Девушки отдыхают Палец срезали не этим Зря ты вмешивался Ты сделал свой выбор, и я тоже И теперь мы повязаны Не ври мне больше Звони, пусть готовят кровь Это было очень дорогое вино Все нормально, держитесь Не отпускаю, теряет много крови Держитесь Сколько пулевых? Одно, но тяжелое Боже мой, папа! Да нет, прошу вас Попробуй вставить катетер Он потерял много крови Давайте подключаем его Кажется, пробита печеночная вена Пять пакетов, первый отрицательный Живо? Давление падает, мы его теряем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В аду так много цветов Думаешь, тебя пустили бы, Ват? Ну, ты же здесь Уже почти жалею Может, хочешь воды, сока? Виски Прости Но его нельзя мешать с Морфием С Морфием? Угу Тебя вводили в кому Знаешь, если ты искал внимание, то все пропустил Хотя бы у кого-то есть чувство юмора Роза Мистер Линкольн Меня тоже подстрелили Пуля прошла на вылет И у тебя нет желчного пузыря О, я к нему так привязался Что произошло? Ну, судя по всему, я кому-то очень серьезно насолил Трудно поверить Знаешь, кому? Вообще без понятия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Забавная правда? Да Прости Нет, нет, ничего страшного, все хорошо Что случилось, пап? Ну, наверное, несчастный случай Там кто-то стрелял на реке Ты прости, что так напугал Я не дозвонился маме Теперь уже все хорошо У нас обеих Пап, я бегу на работу, не могу остаться Люблю тебя Я тебя тоже, детка Это была не случайность, да? Кто-то хотел тебя убить? Полиция скоро выяснит, кто Ты должен лежать А ты ловить тех, кто стреляет в патологоанатомов В одного конкретного Ты случайно стрелка не видел? Не видел, темно было Да, не было угроз Каких-нибудь анонимок Может, довел кого Недавно Саруя Десс определенно довел Саруя Десс в момент выстрела Садилась на рейс до Мельбурна А ты вернешь, как в тот раз? Ну, ты даешь Ну, так, подозреваемые есть? Хэроу Список желающих пришить тебя тянется отсюда до Хобарта И поверь, я был бы на первой строчке Но я веду это дело А оно мне нужно, как собаке пятая нога О, прости, виноват Но я не просил в меня стрелять Что говорят баллистики? Мы пока еще не нашли пулю, ищем У тебя нет ни пули, ни свидетелей, ни версий, ни зацепок Я в полной безопасности Так мы следим за твоей яхтой Телефоном, электронной почтой И, разумеется, за тобой Повторных покушений на тебя не было А как же моя семья? Тоже под наблюдением А я-то что должен делать? А, просто Ложись в постель И дай нам спокойно работать Сэм, пусть водолазы поищут подальше от берега Мудолазы дальше от берега Привет Данил, привет Дождь идет Тебе не спится в дождь Значит, память при тебе Да все со мной нормально Может, ты зайдешь? Я говорила с Ферн Когда ты был в операционной, она Рассказала, что случилось Она все рассказала О Роберте О том, что он сделал И что ты Даже не знаю, что тебе сказать Я Дэн, я Я Так благодарна тебе за то, что ты сделал Ради дочери, но Что мне думать о тебе? Не нужно ничего думать Хотела к тебе зайти, но Мне кажется, что я пока не готова Но я Я рада, что все хорошо Нет хуже пациентов, чем врачи Тебя что, действительно выписали? Знаешь, одно дело чуть не погибнуть Другое узнать, что ты гробишь мою машину Ты что, и всем остальным пользовался? Нет Разве что выбрал несколько дисков, что мне нравится Вдруг ты загнулся бы Я шучу, у тебя нет дисков, которые мне нравятся О, это третий? Кажется, нет, вторая, вторая, вторая Спасибо Ненавижу сидеть в тесноте Да, поэтому живешь в плавучем доме на 35 квадратов Слушай, Николс меня убьет Тебе лучше поехать в отель Все нормально Николс сам сказал, что они следят за яхтой Я рад, что ты жив Мы все волновались Вот и напрасно Мне еще есть, чем поучиться у тебя Я не знаю, какой в этом урок Звони, если что О, кстати, забыл сказать Я разбил тебе задний фонарь Прости Прости Я не знаю, какой в этом уроке 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Женатый? И настолько тупой, что забыл заранее снять кольцо? Нет, не в моём вкусе. Когда вы своё сняли? Уже достаточно давно. Я клянусь, я пришёл только, чтобы выпить. Что вы делаете? Ухожу с сайта знакомств. Если не может отобрать по базовому критерию, тогда лучше без него. Простите за любопытство, а что за базовый критерий? Ох, наличие хоть пары извилин. Желательно не лысый. Выше метра восьмидесяти. Уже забыла бывший. Не преступник. И однозначно не врач. Вроде бы не так уж сложно. О, по правде говоря, ещё как. Правда, отстой. Да чёрт с ним. Мистер Правда Отстой. Сыграем в игру? С каждого из нас по четыре утверждения. Только одно из них правдивое. Не угадал? Угощаешь. Я в игре. Я... Выросла здесь. Я политический советник. Совсем недавно потеряла работу. Хотя и прикрыла своего шефа от сексуального скандала с участием ребят младше двадцати одного из подтанцовки. У меня аллергия на кешью. И мне часто снятся кошмары о том, как я переехала своего спаниеля, полковника Мастерда. Хотя этого не было. Его убил опоссум. А большой был этот опоссум? За мной. Хорошо. Всё хорошо? Ну, конечно. Значит, только выпить? Да. Боже мой. Средняя лата без кофеина. Фруктовый коктейль? Нет, простите, это мой. Я заказывала… Нет, это мой. Нет, он мне нужен. Извините! Не люблю, когда на меня глазеют. Боюсь, что тебе придётся к этому привыкнуть. Откуда же ты взялась? Любишь загадки. Тогда вот. Недавняя операция, контрабанда оружия, неудавшийся номер в цирке. Мы ведь ещё полежим. А ты хочешь? По правде говоря, даже очень хочу. Что, может, вечером продолжим? Ужин? Угу. Надо бежать. Первый день. Да, у меня тоже первый. Слушай, а как тут с такси? Я тебя подвезу, если хочешь. Тебе куда? Недалеко. В самый центр. Мне тоже. На Тёрбот-стрит. А куда именно на Тёрбот? Дом 823. Большое спасибо, что пришли. Рады видеть почти всех. Хорошо, что вы пришли поприветствовать нового сотрудника, доктора Грейс Малино. Уже какое-то время я ищу нового патолога-анатома, и очень рада, что доктор Малино согласилась отработать последние полгода своей интернатуры у нас. И надеюсь, после этого она останется. Если, конечно, мы её не отпугнём. Добро пожаловать, доктор Малино. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, привет. 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 Привет, Грейс. Вчера ты не пришла ночевать. Я волновался. У меня всё нормально. Что ж, на этом всё. Все за работу. Кроме тебя. Доктор Хэру? Зачем нам новый патолого-анатом? Нам нужны были новые специалисты. Теперь один есть. Что не так с доктором Малино? О, она слишком... высокая. Почему ты не в больнице? Я не люблю больницы. Почему не дома? Дома скучно. Почему ты здесь? Здесь моя чашка для кофе. Хотел просмотреть старые дела. Может быть, смогу найти того, у кого на меня зуб. Но их же тысячи. Я должен что-то сделать. Вообще-то, мне лучше бы вернуться на работу. Нет. Нет-нет-нет. Сначала психиатрическое свидетельствование. А, да. Может, обойдёмся? Тебя стреляли. Перед возвращением на работу нужно заключение психиатра. Если тебе от этого полегчает, можешь просмотреть старые дела, навестить свою чашку. Но работать запрещаю. Россия. Спасибо. Играет музыка. Спасибо. Играет музыка. gy у Девушки отдыхают Девушки отдыхают И ты врач Ты тоже врач А ты понял, кто я такая? Помнится, Ферли упоминала племянницы, пошедшей по его стопам Правда? А больше мой дядя ни о чем не упоминал Он советовал избегать тебя Как патолога-анатома Да Но сейчас-то дело не в науке, а в том, что мы с тобой... Коллеги Я не твой босс Ты мой куратор Ну, один из них Брось Ты всё понимаешь Не будет ужина Не будет Готовьтесь, полицейские пристрелили девушку Хорошо, я сейчас Я доктор Мулино, а ты не лезь Да, да, конечно, я вам пересмотрю Обязательно Я могу помочь? В полицию сказали, что меня тут встретят Мою жену пристрелили Я приехал опознать её Да, вы простите, тут сейчас такая суета Что мне нужно делать? К вам скоро кто-нибудь подойдёт Пожалуйста Ваша жена сейчас там, и она мертва Вы это понимаете? Вам вскоре придётся её увидеть И это будет очень нелегко Но потом мы за ней присмотрим, обещаю Мистер Диала, извините Всё готово Присмотрите, пожалуйста, за моей дочкой Да, да, конечно Не совсем дворец, о котором мы мечтали Может, нет, но Хотя бы есть четыре стены И замок на двери И... Та-та-та-та-та Даже ключи Настоящие ключи Да И две оплаченные недели Спасибо твоей маме А что будет потом? Моих денег не хватит Всё хорошо, зайка Вопрос решён Правда? Угу Пока не могу рассказать. Доверься мне. Как папа? Порядок? Угу. Да, он поправляется. Не отвлекайтесь, меня здесь нет. Не должно быть. Да, я согласен. Не должно быть. Ты должен быть в больнице. Ты волновался обо мне. Ни капельки не волновался. Ты навещал меня в больнице? Нет. Я могу сказать, почему. Считал, что я это заслужил? Нет. Считал, что ты сам нарвался. Ох, это уже жестоко. Нет. Нормально. Ферли прав. Сразу за этими стенами защитные барьеры исчезают. Ты становишься человеком, сующим нос куда ни следует. В яблочко. Знаешь, мне было жаль узнать, что тебя подстрелили, но потом я услышал, что ты выкарабкаешься. Навещать незачем. Это я уважаю. Так у вас и сейчас. Это мое вскрытие. А вот и нет. Оно мое. Музыка? Прекрасно. Приступим. Несколько легких ссадин на правом колене снаружи, полученных во время падения. Небольшое количество выделений из обеих грудей. У нее трехмесячный ребенок. М? Я встретил ее мужа. Знаешь, что случилось? Она угрожала посетительнице кафе полицейским кухонным ножом. Шокер не сработал. И полицейские ее пристрелили. Ладно. Огнестрельная рана, ожогов на коже нет. КТ готово? Да. А вот и она. Одна пуля застряла в пятом грудном позвонке. Очевидно, она прошла... Сквозь сердце. Все проверим при вскрытии. Пока она на спине, нужно взять кровь и мочу. Может помочь? Нет. Так, нет невидимых гематом, ни эмболии. Ну, интересно, что же там произошло? Только не начинай. В смысле? В смысле, что с самой юности. Ей назначали препараты от тяжелого тревожного расстройства, но не было зафиксировано ни одного припадка. А судя по описанию, это и произошло у кафе. Что же там случилось? Мы не в состоянии определить, что творится у человека в мозгу. Может быть и нет. Мы только можем определить причину смерти мозга. Это была пуля в сердце? Да. Вероятно, ты прав. Ну, тогда в чем же проблема? Проблема в том, что мы не знаем, почему она повела себя так, что в итоге ее пристрелили. Хэроу! Господа! Моя задача закончить это вскрытие, а вы мне мешаете это сделать. Доктор Хэроу, выйдите, пожалуйста. Моти с фасолью! Что ты делаешь в кабинете Ферли? Проверяю, есть ли у него письмо из полиции. Зачем? У некоторых сотрудников на телекамере может быть есть видеогибель Шерри, но я не могу подобрать пароль. Слушай, что думаешь о новом патологе? Я не думаю о новом патологе. По-моему, очень умная. Думаю, будь я из вашего лагеря, она бы наверняка меня заинтересовала. А я думаю, это такие же пустые фантазии, как твоя следующая прибавка. О, Боже. Что? Черновик надгробной речи для Хэроу. О, нет, не читай. Даниэл Хэроу был патолгонатомом. Он носил халат среднего размера. Насколько я знаю, у него никогда не было домашних животных. Почему именно Ферли доверили речь? Он попросил. Ну, теперь это уже не важно. Есть письма из полиции? Нет. Тогда вот. Кто-то выложил это в сеть. Там видно осечку шокера. Бросьте нож! Бросьте нож! Она взяла мой коктейль! Он мне нужен! Бросьте сейчас! Она забрала его! Я применю шокер! Осечка! Бросьте нож! Бросьте нож! Бросьте нож! Бросьте нож! Она взяла мой коктейль. Это не твое дело. Так чего бояться? Жители Северного Приспена потрясены тем, что сегодня утром полицейские застрелили молодую мать у кафе в пригороде. Мистер Диало, Дэниел Хэру. Хочу поговорить о вашей жене. Вы закончили с Шерри? Вероятно, уже да. Все хорошо, Ципа. Мистер Диало, что происходило с Шерри? Вы понимаете, почему она пошла утром в кафе? Обычно я уезжаю на работу в шесть утра, а Шерс идет с Белл гулять. А ее невроз? Он уже был, когда мы познакомились. Да все хорошо, Ципа. Но раньше он был под контролем. Раньше? Расскажите о лекарствах. Ну, она долго принимала сиртролин. Он отлично действовал. Мы с ней могли ходить по магазинам, в кафе. Но после рождения Беллы он совсем перестал действовать. Ей становилось хуже и хуже. И она просто пила. Спиртное? Нет, нет воду. Газировку, сладкие напитки. Ей постоянно требовались смузи и фруктовые соки. Но только после рождения Белл, да? Угу. Роды прошли нормально? Да. Эпидуральную анестезию смогли сделать не сразу, но после этого нормально. А что сказал психиатр, Шерри? Психиатр был нам не по карману. Мы ходили в местную клинику. Там врач прописал квент... Квет... Кветеопин? Да. Увы, но в ее организме его не нашли. Она перестала его принимать? Не уверен, что в этом была причина поведения Шерри в кафе. Что я должен сказать, Белл, когда она вырастет? Что полиция пристрелила маму, потому что она спятила? Так? Все, все хорошо. Вы за мной следите. Нет, мы просто присматриваем за тобой. Что ты забыл дома у Шерри Диало? Слушай, я видел, как ее пристрелили. Да, мы все это видели. Это трагедия. И, кстати, не только для этой несчастной девушки, но также и для молодой сотрудницы полиции, которой пришлось принять сложнейшее решение. Надеюсь, ты не начнешь охоту на ведьму? Нет, я... Слушай, жертва выглядела так, будто у нее какой-то психотический эпизод. Но только она всю жизнь страдала от тревожного расстройства, а не от психоза. И я... Ты помнишь, что не работаешь? Да, помню. Пока не пройду это... Освидетельствование. У меня нет никакой тревоги или психоза. Послушай, я понимаю. Не хочется это проходить. Нам ведь всем трудно признаться, что мы боимся умереть. Да не боюсь я умереть. Таким, как мы, становится лучше только когда работаем. Ты должен пройти это освидетельствование. Вот что надо сказать. Ты серьезно? Когда спросят, приходят ли воспоминания о стрельбе... Да я вообще... Тебе захочется соврать. Не надо. Скажи «да». Но это происходит все реже, и, честно говоря, от них уже скучно. Как вы спите? Не хуже, чем раньше. То есть? То есть... Раньше я спал по четыре часа в сутки, и сейчас сплю по четыре часа в сутки. Как относитесь к выходу на работу? Отлично. Хорошо. Доволен. А к встрече со своими коллегами? Здорово. Рад всем. Кроме Ферли. Простите? В эйфории. Просто жду, не дождусь. Прекрасно. Что ж, мы почти закончили. Хорошо. Вы вспоминаете тот ночной выстрел? Бывает, что эти мысли приходят к вам без вашего желания. Может быть, навязчивые образы. Да. Но это происходит все реже, и, честно говоря, мне от них уже скучно. Николс? Мы нашли пуль, уронившую тебя. Она резко ушла вниз после... Ты ее притормозил. Диаметр семь миллиметров. Редкий калибр. Да, значит, редкое оружие. Так вы его нашли? И его, и парня, который его купил. Хэру, это услуга. Так что ничего не говори и не предпринимай. Понял? Ладно. Итак, Брэндон, вы пришли в парк. Что было потом? Вы можете не отвечать. Да все путем. Я поставил машину. Потом посмотрел. Вокруг никого. Достал купленную пушку из багажника. Этот гарант? Мой клиент не обязан отвечать. Я вам сказал, что путем. Помнишь этого типа? Продолжайте, Брэндон. Да. Смутно. Скайт? Скин. Брэндон скин. Он кого-то отравил. Да. Да, подсыпал крысиный яд в кашу надоевшему соседу. Честно говоря, в парке было темно. В общем, я дошел до берега, нашел место, я четко видел его лодку. Дождался, пока он выйдет на палубу и пальнул в него. В кого? В Дэниэл и Хэру. Зачем вы стреляли в доктора Хэру? Он доказал, что это я подсыпал отраву. Завтра к тому идиоту. Если бы не он, мне бы все сошло с рук. Но я отрубил 11 лет. Это, 11 лет. И я в него стрелял, ясно? Можно водички? Допрос приостановлен в 14.26. Скажешь мне спасибо, когда будешь готов. Спасибо. Теперь иди домой и расслабься. Все позади. Простите. Доктор Хэру, закончили? Заглядывал? Нет. Правда? Прежний Дэниэл Хэру заглянул бы. Да, только прежнего Дэниэла Хэру подстрелили. Ты боялся, что она что-то откопает в твоей голове? Да, что я сам могу помешать себе делать то, что делает меня собой. Хочешь посмотреть? Да. Хорошо, нельзя. Но можешь прибраться на столе и выходить в понедельник. Бросьте нож! Бросьте нож! Она взяла мой коктейль! Он мне нож! Нож! Бросьте нож! Бросьте сейчас же! Шокер! Я применю шокер! Его там больше нет. Её мозга. Он с остальными органами. Красивые швы, кстати говоря. Каким врачом ты была? Думаешь, я что-то упустила при вскрытии? Да. Но пока не знаю, что. Ладно. Просвети меня. Шерри Диало пила. В её крови алкоголя не было. Нет-нет, пила воду, соки, газировки. По словам мужа, её всё время мучила жажда. Полидепсия. Неутолимая жажда. Отсюда и низкий уровень натрия в крови. Она напала на девушку в кафе из-за напитка. По словам её мужа, странности в поведении появились три месяца назад. После того, как родился ребёнок. Я сделала анализы. Она не принимала лекарства. Вот это и не даёт покоя, потому что в этом случае у неё должны были быть признаки сильного беспокойства, но никак не психоза. Что-то изменилось. Может быть, инсульт? Тромб в гипоталамусе мог изменить поведение. Нет. Я делала КТ мозга. Церебральной эмболии не было. Она же была молодой, здоровой. Холестерин в норме. Повреждений артерий, способных вызвать образование тромба, не было. Да и самого тромба тоже. Или же он всё-таки был. Рассосался. Ты нейрохирургией занималась? Именно поэтому подобный просчёт непростителен. Тромбы уже нет. Но вот вызванные им повреждения. В гипоталамусе. Эмоции и поведение. Жажда. Им примерно три месяца. Как раз, когда родился ребёнок. По-твоему, что вызвало имболию? Муж Шерри сказал, что были проблемы с эпидуральной анестезией. Нет, это бред. Тромб, вызванный катетером в позвонке, попал бы в лёгкие. Или сердце. Вот здесь, смотри, пуля вошла чуть-чуть ниже лёгочного ствола. В клапаны вышло через правое предсердие. Ммм, обширные повреждения от пули. Вот почему никто и не заметил вот это. Отверстие в перегородке сердца. Вот что я пропустила. Вероятно, оно было с рождения. Вот так тромб попал из позвоночника в мозг. Пуля убила её. Но вся цепь событий запустилась отсюда. Вот истинная причина смерти. Тромб? Шерри хотела эту анестезию. Спросила меня, стоит ли её делать, а я ответил, крошка. Лишь бы только тебе не было больно. Дело не только в анестезии. Про отверстие в перегородке сердца никто не знал. Я хотя бы смогу сказать Белле, что мама не была сумасшедшей. Спасибо, что приняли. Нет проблем. Закроешь дверь? Садись. Я лучше постою. Ладно. Чем помочь? Я допустила ошибки в своём первом вскрытии. Шерри Диала? Я читала отчёт. И, по-моему, ты очень хорошо поработала. Ты определила не только причину смерти, но и почему у этой бедной девушки возникли нарушения поведения. Я определила это только благодаря вашему доктору Хэрроу. А, ясно. Теперь уж точно садись. Ты можешь многому научиться у своего дяди. Что касается Хэрроу, что ж... Я не одобряю его методы. Нет. Но одобряю его результаты. Он будет рядом. И уже тебе решать, стоит у него учиться или нет. Ясно? Да. Да. В чём дело? Боюсь, твоего стрелка не посадят за решётку. Брэндон Скин найден мёртвым в камере. У него был диабет второго типа, а он не сказал охране, что нужен инсулин. Диабет? Но почему он не сказал? Может, не хотел сидеть ещё одиннадцать лет за покушение? Катаракта. Второй, третьей степени. Скажи спасибо. Будь у него зрение получше, в мешке был бы ты. Но зато... Обойдёмся без суда. У тебя всё хорошо? Да, нормально. Ты чего? Ферли... Рассказал, что я лазил в его компьютер? Слушай, ты знаешь, Ферли любит репетировать свои речи. Если скажешь, что я тебе это дал, я буду постоянно подпевать твоим песням. Ферли любит репетировать свои речи. Так, поправим. Ну, всё, хватит. Поехали. Доктор Дэниел Хэрроу был... Он был выдающимся специалистом. Он был проницательным, преданным делу, изобретательным. Говорил от лица тех, кто навсегда лишился голоса. А... Ещё он был моим другом. И... И я... Давай мы продолжим потом, ладно? В другой раз. Привет. Привет. Извини, что долго тебе не перезванивала. Работа и всё такое. Слышал, ты нашла квартиру? Да. Вот обживёмся, и я тебя приглашу. Ну, а ты как? Говорят, того, кто в тебя стрелил, взяли? Взяли. Он умер в камере. Значит, мне не придётся его убивать. Нет. Карма постаралась. Я не знала, что ты веришь в такое. Я больше не знаю, во что верить. Что случилось? Ничего. Ничего. Как Калан? Хорошо. Его нет. Он ушёл на работу. Играют на улице. У тебя всё хорошо? Да, всё хорошо. А у тебя? Тебе хорошо, и мне хорошо. Ладно. Тогда... Счастливо. 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 У тебя есть нет. Я только кял. Кто-ка? Счастливо. Счастливо. Общим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Но ребята были профи. Может, не повезло? Продолжение следует...